МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районе Веселое Псоу построят детскую площадку. Для этого поменяют статус земли. Об этом глава Сочи объявил на встрече с жителями. В Сочи прошел кулинарный бой. Так называются соревнования между кулинарными клубами города. В Сочи вспомнили почетных граждан. В экспозиции собраны редкие материалы о знаменитых сочинских деятелях искусства. Тепло в дома и школы сразу в двух районах края. В Кавказском и Новопокровском ввели в эксплуатацию новые котельные. Построены они были в кратчайшие сроки. Старые уже полностью выработали свой ресурс. Оборудование пришло в негодность. Решение о строительстве было принято в прошлом году, когда губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочих поездок по районам побывал на объектах теплоснабжения. Строительство в станице Кавказской обошлось в 29 миллионов рублей. Деньги были выделены из краевого и местного бюджетов. Объект будет обеспечивать теплом 14 многоквартирных жилых домов, детский сад, общеобразовательную и спортивную школы, а также больницу. Радовались новой котельной жители поселка Кубанский Новопокровского района. Там бесперебойное тепло теперь будет в сельском доме культуры и средней школе номер 3. Котельные работают в автоматическом режиме, а современное оборудование позволяет уменьшить потребление как газа, так и электричества. Мы теперь в значительной степени снизили риски по возможным аварийным ситуациям в отрасли теплоснабжения по этим двум районам. Несомненно, это серьезная веха, этап. Это показатель того, что на сегодняшний день модернизация теплоэнергетического комплекса идет. Она реализуется, реализуется и выполняется поручение губернатора. Ежегодно в рамках краевой программы по модернизации систем теплоснабжения из краевого бюджета выделяют 120 миллионов рублей. Более 9 тысяч экспертов из разных точек мира соберутся в Сочи с 10 по 16 апреля на площадке главного медиа-центра. Уже в третий раз пройдет Всероссийская неделя охраны труда. Пока здесь устанавливают стенды и формируют площадки для панельных дискуссий, круглых столов, конференций, корпоративных совещаний и образовательных квестов. Одним из самых значимых мероприятий станет второй молодежный форум. Он соберет лучших студентов профильных вузов из разных регионов страны. Будущие специалисты представят свои инновационные проекты и разработанные технологии в области трудовой безопасности. Специальная программа организована и для школьников, и учителей. Там также в игровых форматах мы будем закладывать основы осознанного отношения к безопасности, оказанию первой медицинской помощи. И, конечно, для преподавателей, как строить эту работу с детьми. У них тоже будет возможность пообщаться и с профессионалами в этой сфере, найти какие-то такие же новые связи с тем, чтобы привлекать специалистов с предприятия для работы в школах. Всероссийская неделя охраны труда проходит по распоряжению правительства Российской Федерации. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия возглавляет вице-премьер Ольга Голодец. Если деловые площадки доступны только для аккредитованных участников, то посетить восьмую международную выставку по промышленной безопасности и охране труда может любой желающий. Общая площадь экспозиции составит 6,5 тысяч квадратных метров. Новейшие разработки в сфере безопасности труда и защиты человека, оборудования, специальные расходные материалы и многое другое представят российские и зарубежные компании. В этом году международный блок значительно шире, отмечают организаторы. Мы ожидаем около 60 международных экспертов с разных стран. Это не только Европа, но и Азия, и Австралия, и Америка. Мы ожидаем то, что площадка Всероссийской недели охраны труда станет реально нужным мероприятием с точки зрения повышения культуры безопасности во всех странах мира. И мы на, так сказать, на хорошей волне, чтобы реально закрепить это мероприятие в международном пространстве, чтобы оно стало не только всероссийским, но и глобальным. В этом году Всероссийская неделя охраны труда соберет больше 9 тысяч участников. Это не только руководители крупных корпораций и частных предприятий, но и ведущие эксперты, представители федеральных ведомств. Всего же в период проведения самого масштабного форума в сфере охраны труда на площадках медиа-центра пройдет более 200 мероприятий, в том числе и показательные выступления МЧС. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Неформальная занятость в Сочи вновь на повестке дня. В администрации состоялось очередное заседание межведомственной комиссии. Мониторинговые группы еженедельно проводят обходы предприятий. Инспекторы проверяют, заключены ли трудовые договоры с сотрудниками, соответствуют ли размеры их зарплаты краевым нормам. Это не менее 10,5 тысяч в месяц. Сопоставляют эти сведения с данными из налоговой. Такие рейды проходят на курорте регулярно с прошлого года. Они уже принесли свои заметные результаты. Официально трудоустроены были тысячи сочинцев. Недобросовестные предприниматели заплатили более 10 миллионов рублей штрафов в федеральный бюджет. Но тем не менее выявляются все новые и новые нарушители. И отговорки у всех. От совещания к совещанию как под копирку. Я работаю сама. Вот они сидят. Одна соседка, вторая соседка. За лекарство вышло за 5 минут и зашло. Поверьте, на каждом совещании это слышали. Вот второй раз, третий раз. Пожалуйста, приходите, проверяйте. Я сама работаю. Кто-то из предпринимателей не скрывает, что ему на регулярной основе помогают родственники. Кто-то оправдывается испытательным сроком для работника. Но все эти случаи по трудовому законодательству являются нарушениями и наказываются рублем. Для индивидуального предпринимателя штраф 10 тысяч рублей за одного неоформленного сотрудника. А для общества с ограниченной ответственностью он может достигать 100 тысяч. Задача комиссии по неформальной занятости не только исправить точечные нарушения, но и показать пример всем работодателям города, чтобы они устранили нарушения, не дожидаясь приглашения на комиссию. У нас 43 тысячи зарегистрированных предприятий. Если даже на каждом предприятии в среднем по два человека работают, в среднем, в среднем, это 7,5 миллиардов рублей, которые идут мимо экономики города, понимаете? В конце апреля в городе начнутся проверки предприятий, которые уже были ранее оштрафованы трудовой инспекцией. Они покажут, насколько хорошо руководители усвоили урок. В Сочи первыми в Краснодарском крае запустили электронные торги. Это позволит еще большему кругу желающих принять участие в аукционе по продаже муниципального имущества, в том числе коттеджей, построенных к Олимпиаде. Потенциальные покупатели смогут приобрести их, не выезжая из дома. Так называемые олимпийские коттеджи. Их продажа началась в 2015. До февраля нынешнего года уже продано 162 дома с участками. Ранее Департамент имущественных отношений администрации Сочи проводил классические торги, где требовалось присутствие участников для подачи заявок и при проведении торгов. Что было не очень удобно, например, покупателям из отдаленных регионов. Людям из Калининграда, Владивостока, Хабаровска и прочих городов, которые участвовали и побеждали у нас, приходилось ездить несколько раз. Они приезжали на сдачу заявки, затем они приезжали на сами торги и потом приезжали только на заключение договора. Сейчас для людей со всей России фактически будет неоспоримое преимущество, как я сказал, сидя на диване, один раз приехать за получением товара. Такую возможность потенциальные покупатели получили благодаря электронным торгам. Площадку Сочи запустил первым в крае для того, чтобы торги были более эффективными, а главное прозрачными. Александр Дроздов присмотрел для себя дом в Адлере. Он будет одним из первых участников такого онлайн-аукциона. Я считаю, это только плюсы в плане того, что, во-первых, сейчас 21-й цифровой век, то есть у нас все в электронном виде, да, то есть это раз, то есть это дистанционно, не нужно к ним туда идти, не нужно собирать вот эти вот конверты, нести им туда эти приложения, участвовать, карточки поднимать. То есть это очень удобно. Первый шаг – это получение электронной подписи. Ее могут получить как физические, так и юридические лица. Нужно собрать пакет документов и обратиться в один из 15 центров ее оформления. Что касается изготовления электронной цифровой подписи, в среднем она изготавливается за один рабочий день. Вы приходите, единоразово мы берем у вас все документы, при вас заполняем заявление и доверенность. На следующий день вы приходите, и мы вам на такой флешечке, на нашей фирменной, отдаем вашу ЭЦП с инструкцией по ее установке у себя на компьютере. Сообщение об электронных торгах можно найти на портале торги.гоф.ру и на официальном сайте администрации Сочи. Прием заявок на участие в аукционе по продаже олимпийских коттеджей уже стартовал. Он продлится до 30 апреля. Сам аукцион пройдет 10 мая. На торги выставлен 41 дом площадью до 360 квадратных метров. Цена от 5,5 до 45 миллионов рублей. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ЭКТ. Благоустройство дорог и чистота вокруг. Очередной сход граждан состоялся в микрорайоне Веселая Псоу. У людей накопилось много вопросов, некоторые из которых решились сразу же на месте. Традиционно на сходах глава города рассматривает жалобы и просьбы жителей района. Здесь адлерцы пожаловались на отсутствие освещения на некоторых участках улиц Мира, Худяково и Урожайной. Этот вопрос был решен сразу. Просят жителей ряда домов установить контейнерные площадки, но, как выяснилось, сами они заключили договоры с частными фирмами по вывозу мусора. А как показывают проверки, именно такие маленькие фирмы и не вывозят мусор из города, а привозят их на площадки САХА. Глава города порекомендовал переоформить договор и обратиться в крупное предприятие, которое гарантирует и своевременный вывоз мусора и оборудование контейнерных площадок. На улицах, на магистральных улицах контейнерные площадки не ставим. Ставим во дворах, чтобы следили за этими дворами. Потому что если у нас установлены жители, например, дома, они платят за свой мусор. А если на улицах поставим, то жители других сел везут туда. Жалуются люди на отсутствие тротуара вдоль дорог. На недостаточное количество пешеходных переходов нет также и препятствий для снижения скорости вблизи школы, так называемых лежачих полицейских. Решение комиссии положительное, а дорожники не устанавливают. Слышите, да? В чем дело? У комиссии по безопасности дорожного движения, как выяснилось, уже есть на руках решение по установке таких конструкций. Глава города дал распоряжение навести порядок в этом вопросе, как и в вопросах тротуаров. Их отсутствие во многом вина самих же жителей, которые захватили лишние метры. Надо, чтобы жители, и в том числе те, которые нарушили земельное законодательство и захватили себе, вернули ее, заборы свои переставили. Я такое поручение дал уже. После того, как закончится, уже будем учитывать, что да, тротуары должны здесь появиться, а раз должны появиться тротуары, то да, можно делать и землю. Попросили люди обустроить детскую площадку в их районе, но земли, там краевые, глава города пообещал перевезти их в муниципальную собственность, чтобы муниципалитет имел полное право построить там площадку для адлерских детей. Гелена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Между тем, ремонт дорог в Адлерском районе уже начался. Новым асфальтовым покрытием теперь может отличиться улица Вологодская. Это Нижнешиловский сельский округ. Улица Вологодская ведет кладбище, поэтому в преддверии Пасхи было решено начать именно с нее. Работы начались 3 числа. Квадратура данной дороги составляет 1336 метров. Денег выделено на ее ремонт 2,5 миллиона. В целом на ремонт дорог в этом году из краевого бюджета выделено 580 миллионов рублей. Это все транспортный налог, уплаченный сочинцами в прошлом году. На эти деньги будет отремонтировано 97 дорог курорта, 46 на первом этапе и 51 объект на втором в сентябре, когда поток туристов пойдет на спад. Речь идет о муниципальных дорогах, многие из которых не знали ремонта десятки лет. Одновременно выделен 31 миллион рублей из городского бюджета. Эти средства направлены на ямочный ремонт отдельных участков. Эти работы будут завершены до конца мая. Полный перечень улиц, включенных в ремонт 2017 года, размещен на сайте администрации города. Продолжаем. Сочинские госавтоинспекторы напомнили о безопасности на дорогах. На курорте прошла операция «Внимание, дети». Инспекторы ГИБДД напоминали автолюбителям о необходимости снижать скорость рядом с пешеходным переходом и быть бдительными вблизи учебных учреждений. Вручали и наглядную агитацию. А пешеходам инспекторы раздали свето-возвращающие элементы. Глава города Анатолий Пахомов провел сегодня совещание с кураторами учебных групп вузов и среднеспециальных учебных учреждений. Это уже не первая встреча мэра с преподавателями. И в этот раз разговор зашел о воспитании молодежи. В Сочи пять вузов и 11 учреждений среднеспециального образования. Всего 7800 студентов разной формы обучения. Куратором групп глава города напомнил о молодом исполнителе теракта в Санкт-Петербурге и попросил педагогов лучше знать своих подопечных. Чем они занимаются, где проводят свободное время, вместе с ними организовывать интересные мероприятия, чтобы у студентов не было времени на отчаянные поступки и контакты в неблагонадежной среде. Я бы очень хотел, чтобы все мы вместе, одной командой, понимали, что мне доверено воспитывать этого молодого человека. Его мне доверили родители, его мне доверила родина. Вот так было. Нам надо действительно усилить ту работу, о которой мы говорили. Спорт, мероприятия искусства, мероприятия событий, те же дискотеки, без употребления спиртных. Может быть, придумывать новые креативные какие-то дела. Также сегодня на встрече с представителями вузов глава Сочи подтвердил информацию о новом назначении Ольги Медведевой. Начальник Сочинского управления по образованию и науке станет исполняющей обязанности министра образования Краснодарского края. Патриотическое воспитание молодежи и проблемы духовно-нравственного развития подрастающего поколения обсудили и члены Совета общественной палаты Сочи. Участие в заседании принял и Герой России Вячеслав Бочаров, офицер, принимавший участие в освобождении заложников в Беслане. Там, в Беслане, Вячеслав Бочаров получил тяжелое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. По окончании службы занялся общественной работой. И сегодня его миссия – это патриотическое просвещение и воспитание молодежи. Президент пролонгировал мое пребывание в общественной палате еще на три года, понимая, что то, что я делаю, наверное, очень важно для государства. У нас в прошлом году при поддержке Роспатриотцентра Федерального агентства по делам молодежи был инициирован такой проект федерального значения, как эстафета поколений, чтобы связь ветеранских и молодежных организаций направить в единое русло. Вот сейчас министр образования Ольга Юрьевна Васильева воспитание ставит на первое место. Ну а кто этим вопросом будет заниматься? Это в первую очередь те люди, которые имеют жизненный опыт, которые имеют знания. В Сочи тема патриотического воспитания не нова. Один лишь слет студенческой молодежи в прошлом году организованной общественной палатой курорта позволил студентам со всей страны пройти курс военно-патриотической, антитеррористической и спортивной подготовки. Отдельный блок был посвящен духовно-нравственному воспитанию. И сейчас нам предложено на юге России скоординировать и возглавить ученых, которые занимаются проблематикой патриотизма, духовности, нравственности. То есть в этом плане это огромнейший тот пласт работы, которым мы с вами занимаемся. На расширенном заседании Совета общественной палаты Сочи собрались лидеры общественного мнения, от которых в том числе зависит, будет ли молодежь знать и отдавать дань памяти как героям Великой Отечественной, так и отличившимся современникам, героям нашего времени. Задача взрослых – помочь ребятам определиться с ценностями. Отрицательных примеров у подростков хватает. Это и политические митинги, и группы смерти в соцсетях. Оказывается, отрабатываются технологии, и теперь давайте революции в России будем делать нашими подростками. Да разве мы мечтали еще в 2005 году о том, что у нас в каждой школе будет такое оборудование, что у нас везде будет интернет, что наши больницы будут насыщены медицинским оборудованием. Мы почему об этом должны, стесняясь говорить, коллеги, вот о чем сегодня мы должны говорить открыто, когда мы видим, что уже манипулируют сознанием наших подростков, выводя их на революционные бунты. В любом случае, отдача от работы с молодежью в Сочи есть. Тысячи ребят в городе занимаются волонтерством, и это только один пример. Сегодня православные отмечают Благовещение. День, когда Дева Мария узнала о том, что станет матерью спасителя мира. Тем, кто упастится, сегодня можно есть рыбу. Церковь в этот праздник также призывает воздержаться от тяжелого труда. И к другим новостям. В Сочи сегодня вспомнили почетных граждан. В доме музея Барсова сегодня открылась выставка из фондов Музея истории курорта. Первыми почетными гражданами Сочи стали музыканты. В 1966 году этого звания удостоились хормейстеры Клавдии Птица, Людмила Ермакова и Борис Тевлин. В 2002 почетным гражданином стала Алиса Дебольская, заслуженный работник культуры РСФСР. Чуть ранее это звание присвоили известному сочинскому журналисту Семену Манику. На выставке представлены редкие материалы, рассказывающие о знаменитых сочинских деятелях культуры и искусства. Это афиши, концертные программы, фотографии, личные вещи, авторские книги, награды, которые дают представление об огромной просветительской деятельности. Среди почетных гостей Дачи Барсовой сегодня ученик профессора Тевлина, ныне руководитель Камерного хора Московской консерватории. Александр Соловьев по просьбе супруги Бориса Григорьевича передал в дар музею еще несколько материалов из личного архива сочинского дирижера, а также пополнил экспозицию авторским трудом Борис Тевлин «Материалы и документы». То, что их помнят в городе Сочи для Московской консерватории, это очень важно. Собственно говоря, Борис Григорьевич Тевлин в 60-е годы прошлого века вместе с Людмилой Владимировной Ермаковой и Клавдей Борисовичей Птицы был одним из хормистеров праздников песни. И вот эта традиция, которая была заложена в прошлом веке, она до сих пор дает какой-то очень позитивный импульс. Культура делает город. Получается так. И эти люди, они всегда с нами. Пожалуйста, Ермакова Людмила Владимировна, которая останется с нами, Птица Клавдий Борисович, Алиса Федоровна Дыбойская. И мы горды тем, что у нас есть такая история и такая память. К слову, Борис Тевлин помогал готовиться Сочи и к всемирным хоровым играм. Сегодня хоровые традиции в городе продолжаются. На курорте создается сводный детский хор, в составе которого уже полторы тысячи юных вокалистов. Выставка же, посвященная почетным гражданам Сочи, теперь останется в музее Дача Барсовой. В Сочи прошел кулинарный бой. Так называют соревнования между кулинарными клубами города. В состязаниях приняли участие 10 команд из городских школ в течение года. Под руководством заведующих производством школьных столовых подростки, в том числе трудные, учились готовить разные блюда и получали знания о здоровом питании. И сегодня сошлись в кулинарном поединке. Команды в режиме реального времени готовили аперитивные и горячие закуски, а также удивляли экспертов домашним заданием, оформлением сладкого стола, фруктовая фантазия. Проект имеет профориентационную направленность. Он знакомит детей с основами профессий специалистов общественного питания, технологов, поваров, кондитеров, пекарей. На самом деле это великолепный социальный навык. Неважно, куда ребенок пойдет учиться, он пойдет в одно учреждение или в профильное какое-то. Этот социальный навык просто поможет ему в жизни. На сегодняшний день профессия повара, повара-кондитера, очень востребована на рынке труда. И такая специальность, как поварское и кондитерское отделы, входит в 50 наиболее востребованных специальностей по перечне утвержденного Министерством труда. Так, в прошлом году выбор в пользу профессии повара сделали 17 выпускников кулинарного клуба. Руководитель Росгвардии и губернатор края посетили командную встречу дзюдоистов. Она прошла в спорткомплексе «Олимп». Побороться за кубок директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России и главы региона вышли спортсмены силового ведомства и Краснодарского края. Все они олимпийские чемпионы, мастера спорта, призеры отборочных соревнований. Виктор Золотов и Вениамин Кондратьев пожелали дзюдоистам удачи и победы. Внутри войска, а теперь уже войска Росгвардии, за долгие годы воспитали многих замечательных спортсменов, которые стали гордостью нашей страны и примером для нашей молодежи. Хочу сказать, что в Краснодарском крае очень много замечательных спортсменов и спортивных традиций. «Сами соревнования – это возможность спортсмена показать то, чего он достиг за годы своего упорного труда». «Ваша служба – это в первую очередь ответственность. Ответственность за мир и спокойную жизнь жителей как нашего Краснодарского края, так и всей страны. На ваших плечах лежит огромная ответственность обеспечить этот мир и эту спокойную жизнь, потому что вы всегда на передовой, на переднем плане борьбы с преступностью и беспорядком. Сегодня это очень важно для того, чтобы мы смогли сохранить стабильность в жизни». В командной встрече победу одержали спортсмены Росгвардии. На втором месте команда хозяев. Кубки спортсмены получили из рук Виктора Золотова и Вениамина Кондратьева. На стадионе первой спортшколы прошел муниципальный этап президентских спортивных игр. В нем приняли участие 8 школьных команд-победительниц, вышедших в финал. Президентские игры проводятся 4 дня. Сегодня первый из них – это легкоатлетический этап. Прыжки в длину, метание, бег на 30 метров, эстафетный бег. Самыми спортивными на районных этапах стали школьники 2, 3, 8, 22, 65 и 87 школ. По их итогам отберется лучшая команда одной школы и поедет на финал, который состоится в Анапе, в Суко. Главная задача организаторов – оторвать детей от компьютеров и привить им любовь к спорту. С погодой сегодня школьникам повезло. Ну а кто отправится представлять наш город в финале президентских игр, станет известно 9 апреля. На выставке «Экспофуд» традиционно представлена рыбная продукция с Камчатки. Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. На этот раз рыбак Камчатки предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно в павильоне «Рыбак Камчатки» в выставочном центре на Несебрской 1Б. И в завершении информация от партнеров программы «Стоматология». Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.